Наш дух Наш дух Я был на костре Как только я ушел Там началась совершенно другая Это 5-7 Музыка Девятый, да? Девятый Главное, когда поют Так прекратили Зачетный зачет Нет, зачетный зачет Это было когда Допуск Зачетный зачет Пока не подкидываем еще Зачетный зачет Счетный зачет ПЕСНЯ 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 Так давно, так давно, я люблю тебя давно, о, как сладок Бог возможно жить, я люблю тебя давно. Все, мой фонарик не надо. Галина Александровна, подходите сюда. Что-то там было бы, чем здесь, лучше бы, там было бы. Вот поют, ищи там голоса слышать? Игна Тихоевич, там многие кричали, и лагерные, и деревенские. Вот я и хочу знать, многие, для чего мы собрались-то, хотя бы узнать. Многие-то не ответ, никого нет. Да я сейчас назову. Ну вы видели, как поведение было, если бы я там... Вот разговаривала, вот разговаривала на костре. Андрюша, во время пения я видел глазами, кто разговаривал. Тут половина лагеря разговаривала, если не больше. Когда поют другие, и ты не можешь, да ты, по крайней мере, не мешай. Ваня первый, второй разговаривали. Мы получили уроки пения, и мне в школе один раз поставили пятерку. А за что? Что я никому не мешал. Я петь не умею. Я пою только на поле, когда корову там одни, корову петь могу. Хотя мотив могу уловить. Вы если мешали, мы вас все равно вычислим здесь. Ходить на костер будете, но будете с нарушенной стороны, вот этой ограды стоять, и лицом в другую сторону, а уши будете засушать. Мы все равно на вас лекарства найдем. И хорошую уздечку в рот затолкаем. Вы не бойтесь другим мешать. Вот сейчас сели, кто-то разговаривает с кем-то, я сказал, не разговаривать. Какое наказание? Встать, вон туда отойти подальше, и повернуть все лицом в ту сторону. И будешь стоять и слушать, а смотреть не будешь. Тебе зачем смотреть, ты все равно мешаешь. У нас на все есть ответ. Вот здесь будешь стоять, в ту сторону смотреть. Ты научишься ценить, труд режиссера какой трудный. Вкладываешь сотни миллионов долларов в это. Психологи работают. Пыстается воспроизвести ту самую обстановку, как одевались люди, как разговаривали, на чем ездили. А ты глазами хлопаешь и другим мешаешь. Радиус говорит, а никто не слушает. Выключи его. Это неуважение к тому, кто говорит. Мы вас учим элементарным вещам. Это любой ребенок знает, любой японец знает. Вот тебе дали фотоаппарат. Что просят фотографировать, ни один не знает. И пошла и батарейку забыла. Так? Да. Еще повторяю. Я не японец. Поэтому недостатки русского человека мне очень близко. Я их знаю где-то. Учительница ведет класс 30 человек. А бывает иногда 50. Все идут через дорогу перешагивать. Ни один никуда не смотрит. И вот задача перейти. Но вот они перешли. Учительница говорит. Обратите внимание. Вот это здание. Это здание 16-го столетия. Мгновенно все 30 фотоаппаратов учащихся. У каждого фотоаппарата. Все щелкнули. Она говорит. Это не все. Самое главное. Вот этот угол правый. Там орнамент древней буддийской архитектуры. Все 30 учеников 2-го класса щелкнули туда. Понятно что такое дисциплина. Ему не надо думать где красиво. И для этого есть учитель. Который говорит. Вот все что ты снимаешь. Это никакой цены не имеет. А вот это ценно. Вот я вам сказал. Ценный самый кадр был. Вот когда наш насельник один. Кирилл. Стоит. Стоит. Слушает. Сначала в ту сторону повернулся. А потом здесь. И смотрит к небу. Он даже не думал что этот кадр будет центральным кадром. Всего что здесь есть. Почему это внутреннее. И мое отношение к нему уже другое. Потому что песнопеяние. Был автор который мучился. Составлял. Подыскивал слова. Другой музыкант. Он накладывал одна мелодия. Другая не подходит. Вы думаете так это просто? Вот написал человек. Роберт Рождественский. Он ищет какой. Ну кто здесь делает. Кто музыку правильно напишет. Он ищет такого блантера. Наконец они вдвоем. И тогда начинает. Как подойти. Нет маленько не так. Я не знаю. Вы знаете на костре. В отдаленном этом месте хорошо. Воздух чистый. Оглашает пение птиц. Наш костер горит. Как с углем и горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Понимаете. Я когда написал. Виктору дал. Виктор Николаевич остальные мелодии писал. Он прочитал. Я говорю нет. Это что-то не то. Я поехал к Игорю барабашу. И отдал ему. Ну прошло не больше полтора часа. Они с Леной приехали сюда. Вот сюда. И давай играть. И мотив этот. У меня в книге так и написан. Слова. Того-то. Музыка того-то. Это страдания большие для музыкантов. Написать так, чтобы чувствовалось. Мы сейчас найдем, где просто безобразно себя ведут. Ну-ка давай. Даже не слышишь, что парится. Это нормально. Лело. И учтите, что вот это вот. На следующей неделе будут смотреть в Америке, в Германии, в Испании. 120 стран будут смотреть. Столько заходит на наш Ютуб. Ютуб это перевести так в ваш ящик. Это всемирное собрание всех кинофильмов. И наши там кинофильмы стоят. Вот эти ролики. У нас через месяц будет 3000 роликов уже стоят. Сейчас 2970. Тысяча. Тебя сейчас по одному листику отрывают 2000. И ты их до обеда не оторвешь. А это целые фильмы. Давайте я маленько покажу. Интернет-то я подключен. Давай. Запоминайте, как заходить, кто не знает. Вот уже из интернета сейчас идет. Что стоит? Вот мы как приехали, что было, уже все в интернете у нас стоит. Это президент Украины Петр Порошенко. За него надо всегда молиться. Ему очень непросто. А там сзади Лукашенко. Это президент Белорусской республики. А это вот наш канал. По свете Библии открытым оком. Вот он как выглядит, наш канал. Видите? Это наш канал. А вот теперь смотрите, кто это стоит. Ваня. Ваня, что делаем русскую печь. Покажи. Это в интернете уже берем мы. Не отсюда берем, из интернета. Игорь Михайлович, а что вы делаете тут? Так что, печьку делаем. Парой печь заводим. Вот это предпросил ребят от дома. Паша, это она, наверное, такая. Два и ванна. Вот она, ничего не трогает. Вон он, вон. Ваня, Ваня, ты куда убежал? Сегодня у нас первый день, девчонки едут. У меня день Ангела, поздравил. Ну вот приехали в ангеледетички. Смотришь, что вы что-то там увидели. Что-то родим, а потом заблит. Ага. Почему? Потому что все, еще трубы туда. Подвела фундамент у пещеры. Она накалилась, разошлась и вот тел. Вот, вот, вот. Это еще держится. И только тел можно было бы не трогать. Это его неудобно, просто. Сейчас мы будем дальше. Вот, давайте, запал. Они, ребята, показали, что. Крутило, вещи потеряли, крутило. Это он все плавал. Так, ребята, писал их с самого предпочитили. Актиукорный, актиукорный. Они это все уже знают. Давай. Смотри, флагерят. Это сюда, кем-то. Делай сюда, делай сюда. Делай сюда. Делай сюда. А вот, смотри. Смотри. Вот, вот. 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 Все разобрал. В конце. Покажи, как пищу делаем. В конце. В конце. Покажи, как пищу делаем. Кабы ни клидыша да не мог, ты бы с ровно упадал. А у тебя ты что, мажешь и мажешь? Назад, поверни. Назад минуту одну хотя бы. Я повернул. Это я вам рассказываю, как с плотник и печник спорят. Так давно не забывали. Взрыв. Взрыв, изверху изверху. Использует тарелку изверху, только и сушенную. Он говорит, что работник какой, чтобы не клинышек не мог, ты бы с голоду подох. Сказал тоже, а у тебя еще мажешь и мажешь, как бы у тебя не глина да не говно, так ты бы подох. А у тебя в них тоже не хватает. Вот такая побочонка. Нужно помешивать. Вот так. Она теперь будет на пустинку уже. Видишь, как она? Наталочка, наталочка. Вот она. Вот. Так. Видишь, что делается? Это не уходно. Там ниже, а здесь выше. Почему? Огонь поднимается кверху. И как будет сзади? Понятно? В точку заходят, потолок не надо поднять кверху. Вот она, где ты попал. Другую. Покажи вниз. Какие там можем выбрать? Которые мы есть. Сейчас увидите. Сделаем ручку. Так. Еще. Вот смотрите, какие у нас тут стоят уже. Потеряевские лагерные фильмы. А назад вернуться. А где про ежика как у меня? Ну нет, там нет. Справа там ничего не дают. Только здесь, под ним. Вверх подняться надо. Справа там чужие. Вот здесь. И назад сделать стрелку. Видишь, как называется у нас? По свете Библии открытым оком. Заряди в Ютубе-то. И все. Там внизу у тебя должны быть. Так, назад наверно? Да, да. Назад-назад сделать. Назад. Ты можешь назад просто сделать это. Вот это, чтобы она вышла из нее. Стрелкой назад. Все, подождать надо. А то выкинет. Стрелкой назад и все. Смотри. Да. Магия. Что-то долго очень. Это белая? Она сейчас выбросит. Да. Какой? Белая? Белая. Бешу вас здесь. Она не дает. Да, это белая. А вот это вот, если смотрите один ролик. А вот этот вот маленький, если бы на него давнее, сразу на канал. На наш канал выйдешь. Это не просто картинка. Это точка. Соприкосновение. Снова. Вот. Теперь давай показываю. Дорога к храму. Подготовка к работе на плотине. Воскресный завтрак. Воскресный завтрак. Ну, выше еще. Вот оно здесь. Пожалуйста. То есть, это наши ролики идут. Ну и тут дальше стрелку справа толкни. Она продлит дальше. Это здорово. Нет, это уже другое, Паша, не лагерное. А комментарии есть где-то? Так. Назад. Вот где справа стрелка. Если есть, толкни ее. Она откроет. Вот где. Справа. Вот что. Каждое воскресенье утром храм. Обычные наши дела. Подготовка к работе. Обычные наши дела. Можешь давнуть. Посмотрите. Это уже все в интернете. Не жуй фуражку. Не надо. Будет. Надо повезти. Мы живем. Ставим, Повезем не могли. Ты двомокриве путешествующим, приезжающим и отближающим. И да слава, да всё! От истинный. Святой Дух. Аминь. Так, относительно занятий. Как дело прошло занятие? Да слава Богу. Вы все пишете в дневник. Потом дома, когда у вас просят, скажут, вот такое то. Говорят, ошибок много делаете. Русский язык, конечно, трудный, но надо знать. Вот еще в шатке. В шатке-то, почему? Оба. В шатке молился? Нет. Слаточки. Бараси. Бараси. Ой, видите, все как-то. Все, нормально, за стол. Пойдем. О, блин. Память рабочая, готовить и куслить. Где вы были? Виктор Николаевич. А, еще можно. Детский море-то заезжает, а дядя зоет. Так можно с чашками сюда помыть, он подзвонит урок там. Я за. А потом опять пододей, опять булоченьки. Я тоже, да. А, девочки. А, ты без рабочих не будешь. Потому что есть... Ну, сейчас, может, комаров-то поменьше. А я растеряю, так лепаю, чашки. Ну, можно, да, туда выйти? Я там поем тогда. Так, скорее иди, скорее, что ты там вкопаешься? Так, это много. Я так, нормально? Нормально. Я не хотел вообще приходить. Поехали, послушайте. Садись. Да, жмите. Да, да, дайте. Так, понимаете. Локти за стол не ставят. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Спасал Божию. Я считаю, когда сутки. Новенький, кто на новенького комарика? Так, сегодня у нас 11 июня 2015 года. Время у нас уже восьмой час. Вот у нас еще приехали в лагерь. Вот брат Алексей, забыляя на своей машине. Вот они, приехали. Крики, вопли, когда другие поют. Не грызи ты, воротник свой. Зачем? Посмотри за ним, а то он к концу фильма куртку съест. Там отдельная команда, совершенно отдельно кричат. Никакого отношения к костру не имеют. Зачем они пришли? Вообще, зачем эти люди пришли на костер, где песнопение? Мы не запрещаем. Идите, играйте 100 метров дальше, 100 ближе, идите за пруд. Но здесь другое совсем назначение, это костра. У нас прямо написано костер. Ну, разожгли. Картошка. Картошка варена. Песнопение. Песнопение совершается. Музыкальное исполнение. У нас были со скрипками, приезжали с баянами. Ну и рассказы какие есть, поучительные повести. Этим людям, которые там, они другую программу составили. Наша программа, она нравственная. Там просто игровая какая. Я не говорю, что там что-то пошлое, там, может, ничего этого. В уме не было. Но крик, шум, они заглушают. Это нехорошо. И мы должны этих людей узнать, взять с них слово в письменном виде, что они этого делать не будем. Иначе мы их приглашать не будем и пускать не будем. Ну, зачем нам портить? Потому что это программа наша, место наше, затраты наши. Мы пригласили гостей. Ну, представьте, вас пригласили на концерт. А вы пришли, давай там волейбол играть бы в кинотеатре. Сказали бы, вас призвали-то не за этим, а показать. А нам есть что показать? Давай. Давай еще раз. Да блин, я не знаю, как я вообще. Ваня, твори разговоры. Когда другие пели, ты пел где-то. А чего тебе вдруг понесло-то? Голову потерял. Ну, конечно, хорошая. Все разговаривали, я тоже разговаривал. Здесь другой разговор-то у нас. Мы же не запрещаем, когда играем и прочее. Но здесь совершенно другая программа. Вы ее отбросили, свою составили. А может, и не составляли так, как с промптом, просто еще получилось. Давай. Кто больше всего от голоса это слышит? Кирилл. Это не мой голос. Ну, не один же Илья это кричит. На четыре голоса. Это не Кирилл. Это не я. На Илью нельзя все сматывать. Илья уже молчал. Илья уже молчал. Ну, включи сейчас еще. Послушайте. Я вас. Мы встречаемся. И китай к нам. И китай козу. И китай козу. И китай козу. Я больше всего удивляюсь терпению этих людей, которые поют. Какая выдержка у них. И в этом мы тоже можем найти, показать, какие у нас люди крепкие, верующие. И дух, который вот у них, который кричат, они разбирать не будут. Зачем? Они все спрятались, не я. А здесь дух смелый. Тут сидят люди у нас в зале, которые пели здесь. И они понимают, что победа на их стороне. Они продолжали петь. Люди теперь получают от этого наслаждение. Правда, подпортили. Один суп варит, а другой подошел туда щепки, сыпет ему. Примерно вот так. Давай. Вы знаете, тетя Галя как... Она молится, она не поет, она молится. Молится, как прощаясь с этой жизнью. Вы немножко психологически посмотрите, как она руки сложила, какая сама. Вы научитесь видеть за видимым невидимое. Она дождалась этого момента, где она может Богу выразить печаль сердца своего. За детей, за себя. За все, что происходит. Ее без слез слушать нельзя. Потому что у нее слезы на глазах. Это не артисты, которые играют, убивают и соскакивают живые. Здесь связь с Богом. Самое великое, что на земле есть, это молитва. Выше этого ничего нет. Пошли. Вот тетя Люда. Ее как раз уполномочили смотреть за Илюшей. Но наступил момент связи с Богом. Она и про Илюшу забыла, и зачем пришла. Ей в радость помолиться Богу, выразить гортанным органом песнопение. Мы сказали, Илюше запрещен вход сюда без человека, который за ним следит. И она его привезла. Привела сюда. Она с ним расправится. Но тут она все забыла. У нее назначение за Илюшей смотреть. А она сейчас смотрит, не прервать связь с Господом. Здесь идет песнопение. Вот заметьте, сестры поют, брат. Сколько здесь вдохновения. Это не артисты. Включи еще раз. Вы внимательно присмотритесь к людям. Это вера. А там скричит неверие. Там скелет огромный, страшный скелет сатана выставил. Мертвечина. А здесь жизнь ангельская. Ничего выше связи с Богом нет на земле. Человеку лучше бы не родиться, если он не родится свыше. Как это можно было перебивать? Они вообще их не слышат. Что они кричат, там голоса какие-то. Это от кого? А то, что они не перестали петь и продолжали петь. Вот это подвиг. Ну, когда полная тишина, зал, концерт, на тебе в ладоши хлопают. Тогда легче петь. Ты попой вот в этой обстановке, когда комар тебе в рот залезет. Когда тебя не слушают. А они продолжают петь. И петь видно, что поют вдохновенно, с верой. Интересно, нас когда слушают люди где-то с Украины, там, с других мест, бывает, из Англии. И говорят, смотрите, какие появились новые верующие. Называется православные баптисты. Православные. Потому что песнопения взяты из баптистских, а поют православные. Баптистский сборник. А песнопения это божественное все. Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok А вы знаете, кто это написал? Да. Была такая поэтесса, которая страшно много перенесла. Вера Кушнир. Ее биографию в интернете найдете. Она умерла, кажется, в прошлом году. Как эмигрировали, как в войну, когда оставались, нечем детей было кормить, она была там на Западе. Как она к Богу пришла. Если православные проповедовали, она была бы православной. Это настоящая поэтесса. А православные ее и не знают. Они православные вообще этого ничего не знают. Нам нужно узнать, кто это кричит, чтобы с ним провести работу. Давайте еще послушаем. Костер. Я ушел, и вот такая обсаловка. Ну, это провинкнул долго. Там видно, в стороне стоят, которые кричат. Это же видно? Ну, давай дальше. Степа, ну-ка, уйди оттуда Степа, уйди оттуда Смотри, Ваня дирижирует Что сделалось, а? Зачем его разбутили раньше времени? Смотри, что руки все сзади, а тут и вперед, и пошло как надо Да и видно, что говорит увлеченный, видишь, вот кто-то смеется У него талант, но талант маленько не в том месте Вот когда пропели, тогда подошли бы даже к старшему и сказали А можно сейчас пока не петь, мы хотим тут показать другой концерт Он второй концерт устроил Встречное течение образовалось Петь шва То есть голосовые связки есть Петь не умеет, слушать не умеет И вяжет, и, ну, макака с деревьев соскочивает Ей бананов только не осталось принести и дать Это кто? Давай дальше Это ты, Ваня! Это ты, Ваня! Это ты, Ваня! Это ты, Ваня! Смотри, Ваня! Какой жест! Он учитит молиться, наверное, правильно Прямо как Гитлер перед зеркалом Я здорово получаю Это в самом хорошем смысле Когда Гитлер не был еще таким Он учился, как владеть массами, говорить Он тренировался Он тренировался Не лезь! Вы меня вечно Вечная Вы моя любовь и милость Как не гордишь, чтобы с ним Он превелик Ты прекрасен Ты такой, как ты Ну один и тот же голос-то больше всего. Неужели трудно вычислить? Неужели трудно вычислить? Неужели трудно вычислить? Неужели трудно вычислить? Вы слышите за кадром голос? Один кто-то кричит. Ну кто кричит? Это не мой голос! Это не мой голос! У нее вот какой звонкий голос! У нее звонкий голос! У Паши звонкий! Куча кричала! Куча мала! Не один же кричал-то! Да Валентина, а что? Это Паша и пищит Аня! Паша, а ты кричал-то? Это не я кричал! За весь костер ни разу не крикнул! Паша, герой! Ну что вы боитесь-то? За задницу уцепились! Ну ладно, пошли дальше! Вообще никто не кричал! Я кричал! Ты мог не для премиии! Я был первым, а на племтарном と his Играет жизненный ность её не продается! С Jimmyл! Играет музыка! t-в to JOHN! Играет музыка! Р jogo не в таком количестве! Тимир nossos esesty corren! Какые ты живу? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Все садисты Добавил DimaTorzok 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 Что? Вы что-то хотели бы вам это? Как? Давайте сбежавшие зады! Что бы прочитал? Они уже начали сбежавшие зады смотреть? Мы хотели бы посмотреть! Давайте сбежавшие зады! Смотрите, пирма очень-очень важная пирма. Один человек не верил, что есть ад в дух. И как он поверил в это? Он сам себя решил умертвить, но чтобы его уханяли. Тихо! Разговоры! А как называется? Движащие зады. Размотел это. Так, полное молчание. Фильм посвящается славе Господа нашего Иисуса Христа и памяти Рэйчел Каралес. Кто будет разговаривать, шапку не снимай. Шапку-то сними, Андрюша. Все, пошли не надо еще.